Народная славянская радио Тоже она актуальна на сегодняшний момент Потому что очень часто люди Становятся некими меланхоликами Которые впадают в некую ностальгию В такую зеленую тоску о прошлом Кто-то о коммунизме Кто-то о социализме Кто-то вообще о батюшке царя А кто-то идет еще более глубоко И говорит про времена двой веры А кто-то еще уходит дальше Говорит про то, что была у нас великая держава Было у нас копное право Теперь у нас ничего этого нет И вот такие мы исчезли И вот в этом они живут Вот давай про это поговорим Ну ты жестко конечно спародировал Но тем не менее Действительно давай поговорим Вопрос важный Дело в том, что Ведическое наследие Изначально Не рассчитано на людей с дуальным Двойственным мышлением Которое представляет собой Одномерное мышление Где есть да, нет Черное, белое Хорошее, плохое Славяне, рептилоиды Ну и все остальные Вот эти дуальные Противопоставления Они свойственны Людям с одномерным мышлением Где есть полюс добра И есть полюс зла Абсолютного зла И абсолютного добра Добро хорошее Потому что это добро И по той причине Что вот то зло А то зло По той причине Что это добро Потому добро это хорошо А зло это плохо Вот такие вот Дуальные противопоставления На этом уровне Это одномерность Мы можем отметить Просто линии С двумя точками Помните Любая фигура Одномерного пространства Имеет две опорные точки И вот как раз таки Это одномерное пространство мышления То есть одномерность мышления Где у человека Есть всего две опоры Черное и белое Белое является хорошим На фоне черного Черное является плохим На фоне белого И вот в такой модели Живут большинство людей Если вы вспомните То Асгардское училище Рассчитано на вывод Человека с плоского мышления На объемное Но нужно сперва выйти На плоское мышление И с этим возникли ряд трудностей Потому что сейчас Как раз таки задача Ведического образования О чем мы говорили В одном из прошлых эфиров Как раз таки Вывести человека За рамки дуального мышления Вывести хотя бы На уровень плоскости А уже потом Дальше будем идти В сторону объема Так вот Когда люди начали Знакомиться На основе дуального мышления С образами Ведического наследия Естественно Что они использовали Весь свой мыслительный ресурс Насколько могли А поскольку он у них дуален Они все окрашивают В черное и белое И точно так же У них поменялось Мировоззрение Но не в сторону Увеличения мерности И мышления А просто в сторону Перераспределения Образов В полюсе добра И в полюсе зла Сталкиваясь С образами древности Что чувствует человек Сантии Чертоги Врата между мирья Вайтманы Копное право Люди живут долго Счастливо Люди не болеют У людей много детей Они путешествуют За 3-9 земель В разные чертоги Познают мудрость Взаимодействуют Более качественно С духовными существами Вселенной Взаимодействуют Со своими предками Везде стоят Капища и святилища Колонизированы луны Многие другие планеты Земли Ну безусловно Привлекательные образы Понятное дело А на фоне этого Когда человек Перестает Грезить Об прошлом Ведическом И смотрит на настоящее Сталкиваясь С болючими Требующими проработки Невежественными моментами Естественно Что на основе Дуального мышления У человека Возникает желание Оторваться От реальности И сбежать В собственные Грёзы О ведическом Прошлом Которые они Даже не застали И вот как раз таки Из-за этого Вектор Использования Славянского Ведического Направления Был повернут Чтобы увеличить Дееспособность И качественнее Менять И У меня Действительно В лучшую Светлую Сторону Тем самым Исполнять Своё предназначение И становиться Проводниками Новой эпохи Древность Невежественное Невежественное Нужно Конечно Найти Этому Объяснение И Тогда Из Из рукава Достается Уже Запылившаяся Ждавшая Своё Своё Время Колода Вернее Не колода А карта Старых Добрых Рептилоидов Которые Оказываются Во всём Виноваты Рептилоиды Серые Грейсы Инопланетные Пришельцы Или Ещё Кто-нибудь Масоны Мировое закулисье Неважно Главное Чтобы Кто-то Был Виноват В собственной Нереализованности По жизни И Естественно Что Это Не является Реализацией Изначального Ведического Посыла Как я уже Сказал Изначальный Посыл Почему Хранители Раскрывали Эти знания Как раз Об этом Говорилось И в Атгардском Училище И много раз На этом Акцентировали Внимание Знание И мудрость Была Выдано Для того Чтобы Люди Познавали И совершенствовались И лучше Понимали Реальность А для этого Нужно Понять Закономерности Которые Идут Из Ведического Прошлого В настоящее И при этом Еще идут Из Ведического Будущего В настоящее Потому что Временной Поток Он всегда Двунаправлен И он Идет Не только Из прошлого В будущее Но и Из будущего В прошлое Иногда Разговариваешь С людьми Которые Такие Прямо Все славяно-арийцы Прямо Такие Такие Прямо Славяно-арийцы Да И говорят Вот мы Наследники Богов Наши предки Были боги Мы такие Все крутые Но нам Постоянно Кто-то мешает Нам постоянно Как ты говоришь То серые мешают То зелененькие То красненькие То еще какие-то И мы такие Засранцы Мы крутые Но мы засранцы Просто придите Помойте нам попки Тальком нас присыпьте Перебинтуйте нас Перепеленайте нас И мы опять будем Крутыми Вот это конечно Очень удивляет Если вы Наследники Богов Ну будьте Богами И какие-то Серые Рептилоиды Или кто там Еще кого-то Перечислял Тех Что не упомнишь Они могут вам Помешать Если вы засранцы Так будьте Засранцами Тогда Тогда вам Нужна постоянно Нянька Но тогда Вот эти Кого перечисляли Они могут быть Вашими няньками Вашими воспитателями И так далее То есть Мне кажется Просто у людей Не хватает Самоопределения Для того Чтобы понять А кто вообще Мы такие в жизни Поэтому они и рыдают Поэтому они И плачут И вот эту дуальность О которой ты говорил Многие воспринимают Когда слушают Например То же самое Асгарское училище Особенно первый курс Особенно первые лекции По юджизму Так называемому Там говорится Теперь забудьте Ваше представление Вот в этом мире И имейте Это новое представление Вот там Плоская земля Вот слоны Вот вам черепаха И многие ведь Воспринимают Это не как То что вы должны Опуститься на образ Понимания Плоскостной И от него Как ты говоришь Идти наверх А начинают уже всерьез Дискуссии о том Что это правда Что земля-то Оказывается плоская Вот даже до такого доходит И тут целый дебат Развивается в интернете То есть Чудны дела Твои господи Как говорится Да Вот Я не представляю Уделяться Так интересно В этом мире вообще жить Так все здорово здесь Ну так вот Да Ну так вот Как нам здесь теперь быть-то Ну вот разобрались Что Ребят Это был всего лишь навсего Образ О том Что вы должны Прежде чем Переходить К такому цельному Восприятию Вы хотя бы должны Остановиться Зафиксировать Своё плоскостное восприятие В которое вас загнали И от него идти На самом деле Земля конечно же Не плоская Это образ Который мы сейчас Находимся Это первое Второе Что вы должны Определиться Кто же вы Вы наследники Величайших богов Которые В междевизном пространстве Летали Которые были Врата между мир Которые могли Перемещаться Телепортироваться У которых были Счастливые семьи Вот Или вы Сказочники Которые в себе Это всё напридумывали Но при этом Вы немощные И которые В общем-то Ничего в этой жизни Не могут Которым все мешают Вот давайте Как-то с этим Для начала Определитесь Если вы определяете Что вы наследники Ну тогда и всё хорошо И вы будете жить Как наследники А если вы Вот эти Ну что там говорить Ну прочитайте сказки Тогда Вам всё равно В принципе Какие сказки читать Хоть арабские Хоть индуистские Хоть русские Хоть там африканские Не будет разницы никакой Вы будете жить В мае В иллюзиях Вот это вот беда Вот давай теперь посоветуем Как отсюда вылезать-то Да Благодарю, Алексей Ты очень красочно И колоритно Описал Текущую ситуацию Я думаю Что Эту стадию Необходимо пройти Дело в том Что люди Были сильно зажаты И потеряны У них были потеряны Ориентиры И когда Была выдана Мудрость Было выдано Знание О мудрости Предков Об их величии Естественно Что люди Восприяли Духом И У них Начал происходить Процесс Увеличение веры В себя Благодаря Величию Предков Но Надо помнить Здесь Что величие Предков Это Не повод Для гордыни Потомков Это Скорее Большая Ответственность Потому что На фоне Величия Предков Ничтожество Потомков Выглядит Несколько Более Драматично Чем Если Потомок Вообще Не знает Увеличие Предков Потому Информация О ведическом Наследии Увеличии Предков Выдавалась В первую очередь Для того Чтобы смотивировать Людей Качественно Меняться Для этого Были даны Образы Древних Богов Древних Предков Первопредков Их величия Их мудрости Чтобы люди Начали Постигать И самосовершенствоваться Взращивать В себе Определенные Добродетели Прорабатывать Свои внутренние Комплексы Барьеры Блоки Зажимы Чтобы они Научились Верить в себя Чтобы расправили Крылья Но при этом Не впали В гордыню Так чтобы Они Взрастили В себе Смирение Но при этом Не впали В самоедство И в самоуничижение То есть Были открыты По сути Координаты Золотой середины А кто Счел нужным Тот На этот Золотой Путь И встал Потому что Золотой Путь Он на Золотой Середине А кому Было Нужно Что-то Другое Тот То и Взял Получается Что Были выданы Знания Многогранные А кто Какую Грань Взял Каждый Сам Принял Решение Исходя Из уровня Своего Совершенствования Или Своего Невежества Как же Вылазить Из всего Этого Первое Что нужно Понять Что Ведическое Наследие На деле Находится Не в древности Оно Находится В вечности Почему Потому что Наши предки Уходят Не в древность Они уходят В вечность И потомки Приходят Из вечности Получается Что вечность Это такая Временная Координата Где прошлое И будущее Встречаются Вместе Понимание Этого Приводит К тому Что Человек Начинает Путешествовать Во временном Потоке Не слева Направо Справа Налево По горизонтали Времени Как мы Привыкли Работать А По вертикали Времени Когда он Переходит В режим Вертикали Времени Где есть Вечность И бесконечность И есть Здесь и Сейчас Дело В том Что К вечности У человека Есть доступ Через Духовную Работу Здесь и Сейчас И Благодаря Этому У него Есть Когда у человека Есть Понимание Это Он Может Как раз Уточнить Некоторые Знания О Ведическом Наследии Через Ту же Самую Работу В потоковом Состоянии Которое Мы говорили В одном Из предыдущих Эфиров То же Самое Через Какие-то Медитативные Практики Через Озарение Во снах Им может Что-то Являться Это Это Элемент Соприкосновения С Вечностью Для Того Чтобы Не Было Вот Этой Древнерусской Тоски Древнерусской Ностальгии Воздыхания О том Насколько Велики Были Наши Предки Давайте Еще Раз В этом Убедимся Еще Раз Проностальгируем О том Как Жалко Что Мы Все Это Потеряли И Какие Плохие Рептилоиды Серые Или Еще Кто Нибудь Кто Нас Этого Лишили То Естественно Что Это Не Приводит К Духовному Росту Вот Ключом К выходу Из этой Ситуации Является Приоритет Самосовершенствования То есть Если Человек Начнет Отталкиваться От Образов Ведической Древности Для Того Чтобы Стать Лучше Самому Стать Лучше То В таком Случае Он Сможет Оттолкнувшись От этих Образов Качественно Изменить Самого Себя И Примеров Тому Масса Как Только Человек Впадает Больше В какие-то Социальные Процессы Облекая Или Политические Процессы Облекая Это Любой Словесной Обертке Это Можно Сделать Можно Облечь Свою Социально Политическую Общественную Заинтересованность В виде Образов Того же Копного Права Может Еще Какие-то То есть Много Можно Социально Политический Интерес Завернуть В любую Словесную Обертку Да Только Люди Понимают Что Есть Обертка Есть Содержание Поэтому Духовное Развитие Всегда В Ведические Времена И Сегодня Тоже Для тех Кто Хранит Как раз Образы Ведической Древности Образы Пришедших Нам Из Вечности Для них В приоритете Всегда Является Совершенствование Самих Себя И Здесь Возникает Интересная Эволюция Взглядов Которую Прошло Даже На моих Глазах Довольно Много Людей Когда Человек Знакомится С Ведическим Наследием С Образами Ведического Наследия Ему Сразу Хочется Поделиться Со Всеми Окружающими И Когда Люди Которые Делают Ставку На Работу Над Собой Именно Взращивание В себе Каких-то Качеств Добродетели Те, кто Стремятся Распространить Знания Какие люди Считают Что Работа Над собой Чуть ли не Проявление Эгоизма О том Что В условиях Когда Держава Гибнет Когда Дальше Идет Парочка Таких Словесных Штампов Которые Способствуют Эмоциональному Нагнетанию О том Что Вот Именно Сейчас В такое Время Когда Наша Отчизна Находится В таком Состоянии Именно Сейчас Важно Как раз Доносить До людей Правду А вы Тут Вместо Этого Сидите В медитации Занимаетесь С собой Это Эгоизм Это Бесчеловечную По отношению К другим Людям Потому что Дескать Вы пользуетесь А другим Не даете Но Постепенно Человек Эту Свою Рьяность Он Реализует Ее Пытаясь Взаимодействовать С людьми С широким Кругом Пытаясь Как-то Расширить Круг Постоянно Доносить До людей Что-то А потом Он понимает Что Спустя Какое-то Время Что Самое Полезное Что он Может Сделать Для своей Отчизны Для своего Рода Для своего Народа Для человечества В целом Для великого Перехода Так его Назовем Для Рассвета Сварок Все Что он Может Сделать Самое Лучшее Что он Сможет Сделать Это Качественно Изменить Самого Себя Потому что Новая Эпоха Характеризуется В первую Очередь Более Высокими Вибрациями И если Человек Будет Соответствовать Этим Более Высоким Вибрациям То В таком Случае Он Самим Фактом Тем Что он Жив И тем Что он Живет В явном Мире Он Будет Энергетически Способствовать Этому Переходу Но Этот Путь Непростой Гораздо Проще И Привлекательнее Кажется Яркая Такая Стезя Человека Который С кем Бодается С ветряными Мельницами Борется Облекая Это В обертку То Что они Как повстанцы Звездных Войн Борются С галактической Империей Зла Которая Представлена У нас Здесь В виде Масонов Ящеров И так Далее И В этом Плане Как Можно Выйти Из Данной Ситуации Просто Поставить Приоритете Номер Один Самосовершенствование Качественное Изменение Себя И Работать С другими Людьми По мере Наличия У них Запроса Есть Запрос Значит Пока Со стороны Людей Есть Запрос Мы Действуем Но Может Быть Настанет Такое Время Когда Люди Перестанут Спрашивать Перестанут Быть Источником Этого Запроса В таком Случа Будем Двигаться Дальше Самостоятельно В том Составе Который Есть Так Как Никто Не Нарушает Закон Свободы Выбора Кто Нарушает Тот Получает По голове Вот Как-то Так Я не знаю Ответил Или На твой Вопрос На мой Вопрос Наверное Ты Ответил Вот Стоит Вопрос Ответил Ли ты На вопрос Радиослушателей Который Могли параллельно Быть А вот Об этом Мы узнаем Из Обратной Связи Наши Уважаемые Радиослушатели Вот эти Передачи Которые Мы записываем С Андреем Они рассчитаны Не на то Чтобы сразу В одной Передаче Дать вам Все И сразу И побольше Как это В случае С жадностью На то Что вы Послушав Передачу Ценив То Что Услышали Могли бы Породить Новые Какие-то Вопросы Уточняющие И прислать Их нам Передачи И Обратите Внимание Каждая Передача Она Так или Иначе Связана С предыдущими Поэтому Лучше Всего Естественно Прослушивать Все Передачи Потому что Так или Иначе Они связаны И Чтобы Потом Было Понятно Когда вы Слушаете Передачу О чем Идет Речь Вот Нужно Знать Предыдущую Например Передачу Или Может быть Потом Послушать Последующую Чтобы Картинка Целиком Сложилась Вот Итак Значит Мы сейчас Поговорили О зацикленности На Объектах Образах Прошлого И Понимаем Что Зацикленность Это все здорово Все хорошо Но Необходимо Смотреть Вперед А Вперед Можно смотреть Только тогда Когда человек Способен Осознавать Прошлое Осознавать Сегодняшнее И Понимать Куда Надо Двигаться И Вот Как раз Это Понимание Куда Надо Двигаться То есть Цель Куда Двигаться И дорожка По которой Двигаться Это На сегодняшний Момент Получаются Те два Компонента Которые Необходимо Соединить Воедино И Если у вас Еще есть Силы На движение По этой дорожке К этой цели Вот это Третий Компонент И вот Тут Как раз То что Только что Сказал Андрей По поводу Саморазвития Самосовершенствования И является Ключиком Если К примеру Вы такой Весь гуру Пригуру Если вы Все прекрасно Видите Все прекрасно Знаете И вы Даже Дорогу Увидите По которой Можно Дойти До той Цели Но при этом У вас Нет сил То вопрос А кого Вы можете С собой Туда Повести В светлое Будущее И вообще Сможет ли Вы сами Дотуда Доползти Поэтому Самосовершенствование Это как раз Вот в моем Примере И есть Тот Ключик Который Позволит Вам Светлый Светлый Я сейчас Всех Поведу Светлое Будущее Прям Такой Иисусик Новый Появился Только В ведическом Направлении Вот в этом Случа Возникает Проблема Очень часто Когда На него Все Навешиваются И он Не то Чтобы Светлое Будущее Он С места Сдвинуться Не может Это Первый Фактор А второй Фактор Когда Человек Слишком Много На себя Пытается Взять Как ему Кажется Что он Знающий И ведущий И вот тут Тоже Есть одна Проблемка Так что Вот это Просто Осознайте Что не надо Вперед Лезть до того Как вы Сами Способны Будете Туда Зайти Не надо Никого За собой Звать Если вы Не способны На буксире Его куда-то Тащить Да и вообще Тащить Никого Не надо Когда В человеке Появляется Сила Появляется Свечение То к нему Сами люди Тянутся Вот первый Показатель Есть ли У вас Понимание Есть ли У вас Сила Знаете ли Куда И как Идти Первый Показатель В этом Случа Является То Что К вам Начинают Тянуться Люди Не вы Сами Бегаете Пойдемте Пойдемте Такие Свидетели Иговы Ходите С новыми Книжицами А когда К вам Начинают Тянуться Вот это Один Из первых Показателей Ну и давай Наверное Уже В завершение Как-то Подводить Итог И что-то По Сегодняшней Теме Дополнишь Уже И мы Будем Прощаться Да Конечно Я Как раз Хотел Отметить Что В новую Эпоху Никого Не получится Затащить Как бы Мы Не испытывали Сострадание Ко всем Живым Существам И к Людям В том Числе Но Каждый Должен Просто Сам Сделать Свой Выбор И Если Кто-то Надеется Что Кто-то Придет И его Спасет И Затащит Его В новую Эпоху То Знаете Друзья Что Этого Не Будет А Те Люди Кто Уверены Что Они Смогут Вас Протянуть В Светлое Будущее Без Вашего Непосредственного Участия То Взять Вас На Буксир Как Сказал Алексей То Знаете Что Эти Люди Либо Может Быть В чем То Где То Не Разобрались Либо Сознательно Обманывают Новая Эпоха Эпоха Волка Не Просто Так Названа Дело В том Что Волки Самодостаточные Волк Без Стаи Прожить Может Самодостаточные Волки Сбиваются В стаю И Вот Волчья Стая Сильна Тем Что Каждый Самодостаточный И Каждый В Принципе Может Без Этой Стаи Обойтись То Волчья Стая Это Союз Самодостаточных Особий То же Самое Касается И Людей В будущую Эпоху Если Вы Хотите Быть В Новой Эпохе То В таком Случае Нужно Становиться Волками Одиночками И Уже Волки Одиночки Начнут Сбиваться В стаю Не Для Того Чтобы Компенсировать Свою Несостоятельность Двигаться Самостоятельно А Для Того Чтобы Наше Самостоятельное Движение Было Более Продуктивным Индивидуального Творчества О жизни И Самосовершенствования А есть Режим Совместного Творчества И Самосовершенствования И Поэтому Друзья Просто Делайте Свой Выбор Славянскому Миру Все Меньше В славянском Мире Все Меньше Есть Линия Взаимоотношений Ведущей Ведомой Все Больше Есть Линия Идущих И Вопрос В том Куда Идут И Если Мы Идем В сторону Эпохи Волка Нам Надо Качественно Изменить Человеческую Породу А Начинать Нужно Естественно С себя То бишь С того С кого Начать Сложнее Всего И В этом Плане По поводу Ты привел Пример С Некоторыми Протестантскими Течениями Позднепротестантийскими Со Свидетелями Иеговы В частности И мне Вспомнился Такой Демотиватор Где Показаны Два Человека Полностью Залатанные В рыцарское Такое Облачение Средних Веков Ну Руси Имеется Ввиду То есть Такие Полностью Залатанные Витязи Раздают Листовки И Людям Прохожим И Подпись Такая Что Давайте Поговорим О Боге Нашем Перуне Как раз С такой Пародией На Свидетелей Иеговы Потому что Это Они Обычно Так Делают Вот Этот Образ Мне Стоит Перед Глазами Иной раз Когда Я думаю Что только Люди Не Придумают Лишь Б Сбежать От Самих Себя Но Мне Не Хотелось Заканчивать На Такой Ноте Я Хочу Отметить Друзья Что В славянском Мире Все равно Есть Продвижение И Хорошее Продвижение В лучшую Сторону Шишек Еще Предстоит Набить Много Но Куда Аж без Этого Как Говорил Магистр Йода Из Звездных Войн Насколько Бо Мудры Вы Ни Были У Вас Всегда Есть Возможность Совершить Еще Одну Ошибку Чтобы Стать Мудрее Вопрос Не В том Какие Шишки Нам Еще Предстоит Набить А В тех Выводах Которые Мы Будем Делать По Их Итогу У меня Все Алексей Благодарю Наших Радиослушателей Да Благодарю Тебя За Светлую Речь Такую Но Понимаешь В чем Дело У нас Два Ведущих Один Такой Добрый Хороший Ласковый Как Андрей Ивашко А второй Такой Противный Как Я И вот Противный Как Я Он Не Может Просто Так Усидеть На месте И он Всегда Ткнет Свой Нос Какое Немного Делает Что-нибудь Добавил Так вот Добавляю В конце Открывая Дверь Светлое Будущее В новую Эпоху Прочтите Табличку Рядом С ней Памперсы Тальк И пеленки Не выдаем Засранцам Вход Воспрещен Занимайтесь Друзья С собой Помните Что в будущем Засранцы Не нужны Нужны Азы Нужны Боги Нужны Те Которые Знают Кто Они На этой Земле Для чего Они На этой Земле Как Ити И куда Ити Есть Точка Отправки Есть Цель Куда Надо Дойти И знает Прекрасно Дорогу И что Самое Главное Наработан Инструмент Или В процессе Наработки Инструментария Для того Чтобы Двигаться По дороге Чтобы В дороге Может быть Помогать Кому-то Может быть Но в первую Очередь Себя Для начала Туда Донести Необходимо Это же Ваш Личный Путь И вот Это Инструментария Это могут Какие-то Биоэнергетические Упражнения Что только Не придумано Все это Можете Брать На вооружение Но это Только Инструмент Инструментарий Не может Быть Самой Целью Вот Это Надо Понимать Да Взращивайте Силу Это Необходимо Бессильный В дорогу Не пройдет Он К цели Не сможет Пройти Но Сила Это Опять же Только Инструмент Не Зацикливайтесь На Инструментах Не Становитесь Тем Кто Собирает Инструмент Неким Коллекционером Пускай Даже Самых Прекрасных Инструментов Не Становитесь Коллекционером Становитесь Чейлувеком Азом И вот Тогда Эта Табличка Которая Висит Рядом Она Уже Будет Для вас Неактуальна Вы Войдете В эту Дверь Светлое Будущее И За вами По вашему Примеру Последуют Другие Но Никого Туда Тащить Не надо Как правильно Скал Андрей Они Пойдут Сами Потому Что Только Сильный Человек Может Быть Примером Только За Сильным Человеком Могут Ити Другие И Только Проторенный Путь Сильным Человеком Может В дальнейшем Превратиться В широчайшую Дорогу По Которым Пойдут Наши Сородичи Вот На этом Мы с вами Прощаемся Напомню Что Сегодня Мы Говорили Про Зацикленность На Образах Прошлого С вами Был Народно Славянское Радио Андрей Ивашко И Алексей Орлов Пишите Свои Вопросы До новых Встреч Услышимся Всего Доброго Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова